МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дачный ответ и я, Оксана Козырева. Наши сегодняшние герои написали в анкете, что их семью объединяют две вещи – музыка и любовь. А не так давно к этому добавился еще и большой загородный дом. Каждый член семьи сам думал над планировкой своей комнаты, а вот при обустройстве общей территории – кухни, столовой – к единому знаменателю так и не пришли. Тем более присоединили к ней балкон, и задача усложнилась. Но мы вместе с архитектором Андреем Волковым ее решим. Совсем скоро у наших героев появится стальная кухня со стеклянным поясом, гостиная из дерева и кирпича, а переходить она будет в музыкальный салон, который появится на месте бывшего балкона. Я стою на краю, на обрыве, над рекой, не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Начало этому семейному ансамблю положила любовь – любовь Мангушева. 20 лет после окончания Института культуры и искусств она работает с большими и маленькими певцами и музыкантами. Ее сыновья – Миша и Дима – практически выросли на сцене. В коллективе Миша познакомился с Вероникой, сейчас они муж и жена. Да и сама Люба любовь нашла, когда участник ансамбля Кирилл привел на концерт своего папу Александра. Он в то время был разведен, Люба воспитывала сыновей одна. В общем, взяли да и создали новую семью, и все благодаря музыке. Музыка – это та же магия, только в Хогварте она выдуманная. Здесь она вот, она есть. Музыкой можно поразить человека в сердце. Мы этим занимаемся. Музыка и сама по себе хороша. Но на артистов, считает Люба, должно быть, Люба дорого посмотреть. Весь коллектив для выступлений одевает сама. Когда-то мамины вещи на себя переделывала. Потом сыновей на школьный выпускной одела. И даже Веронику на свадьбу шила ей платье и пальто. Сроки поджимали, ну, я так скажу. Я начала утром и закончила на следующем утро. То есть она у меня в обед поехала уже в готовом одежде. Михаил с Вероникой попробовали было жить отдельно, но вскоре вернулись в родительский дом. Так экономнее, веселее, да и за малышней всегда есть кому присмотреть. Все-таки троих воспитывают. Лешу, Соню и Мишу. Ну вот, как бы, Леша, Соня, это запланированные дети. А вот Миша, это вот такой сюрприз, можно сказать. Страшно было, конечно. Мы решили, что мы справимся. Ну, вроде все получается. Вот такой человечек у нас рыженький, веселенький есть. Еще несколько лет и младшие пополнят семейную волейбольную команду. Пока играют четверо. Александр, главный технолог в стройфирме, которая возводила этот поселок. Кирилл, там же экономист. Михаил, программист. И только Дмитрий, как мама, выбор сделал в пользу творческой профессии. Поступил в театральный институт. Семья большая, так что без соседей и друзей можно играть. И еще явно одно преимущество есть, когда куча народов, допустим, у нас сейчас 9 человек живет, да, своих только. Когда приходят трое-четверо, практически незаметно. И то есть, ну, пришли-пришли, ой, смотришь, ой, ночевать остались. Ну, и делов-то куча. То есть, вот когда двое живут и четверо пришли, это уже серьезно. А когда 9 плюс 4, вообще никаких проблем. Чтобы разместить всех, типовую планировку в доме Александр с Любовью перекроили. У каждого появилась хоть и маленькая, но своя комната. А вот с первым этажом как-то не пошло. Любовь, Александр, ну очевидно, что у вас нестандартные формы помещений. Тут выступы, и здесь выступ между коридором и лестницей. И еще один. И понятно, что вы не можете разобраться, как устроить здесь все правильно. Здесь и по типовому-то проекту было непросто. А после того, как добавили еще балкон к террасу, стало это практически для нас неразрешимой задачей. Вы знаете, хотели для каждого уголок, а вот и детский стол, чтобы был и взрослый могли посидеть. Ну, вроде бы есть у вас вот и один стол. Да, но в то же время хотелось от единого пространства, чтобы каждый мог друг друга видеть, и было очень удобно, уютно. Но у вас и отделки, да, нет ни в одном из помещений, ни там, где балкон был, ни в столовой, ни на кухне. Мебели, да, кухни вообще фактически нет. Тут у нас занавески вместо фасадов, а тут вот такие у нас старинные тубы. Они с 60-х годов. Вот эта тумбочка была у нас под радиоаппаратурой. Да, интересно. Здесь стоял интересный такой вот проигрыватель, знаете, такие виниловые. Конечно. Место для пластинок было, да. А теперь микроволновка здесь стоит. Да, а сюда мы складываем ложки, поварёшки. Потому что, например, рапитетная вещь. А не жалко расставаться будет с ней? Или уже достаточно? Уже достаточно. Она с нами пожила, хватит. А это у вас холодильник такой необычный, с трубой колбасу перекачивает наверх. Да, это характерная реакция на вот это сооружение. А вообще это всего лишь котёл, комбинированный с бойлером косвенного нагрева для горячего водоснабжения. И всего лишь это маленькая часть большого инженерного обеспечения этого дома. Для настоящего холодильника мы так не нашли места. Поэтому у нас была ниша, где хотелось сделать кладовую. Но пришлось уступить холодильнику это место. Поэтому холодильник в коридоре. И в коридоре же у нас выводы, да, всех коммуникаций от этого котла. Такие неприглядные. Именно, да. Да, и хотелось бы, чтобы как-то их прикрыть и в то же время пользоваться. Чтобы доступ остался. Да, да. Ну что, мы так потихоньку с вами к пожеланиям пришли. Я уже предлагаю молодёжь позвать вместе обсудить, каким вы видите ваш будущий интерьер. Очень хочется, да. Пойдёмте. Так, ну вот теперь мы все вместе собрались. Ну что, выкладывайте свои самые смелые фантазии, мечты. Каким должен быть интерьер вашей кухни, столовой и гостиной? Мы всё-таки творческая семья. Хотелось бы какой-то музыкальной направленности в оформлении, чтобы дух этого творчества витал, чтобы, может быть, какой-то скрипичный ключ где-нибудь затесался. Так, интересно. Арка в каком-то таком музыкальном оформлении. Любовь согласна с этим? Ну, честно говоря, не совсем. Мне хотелось бы что-то такое более поспокойнее, но это должно быть, наверное, скорее всего, что-то воздушное, доброе. Что-то светлое в таких пастельных тонах. Ну, у вас уже светлое, у вас всё тут белые стены. Ну, чуть-чуть разбавленное. Не так, как сейчас. Ну, а постель это вот классика или современность? Что вам ближе? Более современность. Хотелось бы вот такое более функционального чего-то. Современность. А здесь мягкое. А здесь мягкое. Конечно, большой стол. Мы собираем здесь часто очень большие компании по разным поводам. У нас много народу, у нас часто дни рождения. А материалы? Дерево, камень, наоборот, пластик, стекло. Вот к чему? Что ближе? Мне нравится больше стекло и дерево. Вот сочетание вот это, оно интересно. Ещё какие-то предпочтения есть у вас? Может быть, цвета любимые, Александр? Или нелюбимые? Ни в коей мере не могу приемлить красное с чёрным. Ассоциации мрачные и нехорошие, да? Всё остальное просто своей фантазией. Не хочется сковывать фантазию профессионалу. То есть полную свободу нашему дизайнеру выдаёт. Да, да, да. Тогда, я думаю, мы будем приступать, экспериментировать. А с вами предлагаю попрощаться. Да? Пойдёмте вас провожать. Пойдёмте. До свидания. Андрей, у нас необычные формы помещения. Тем не менее, каких-то глобальных конструктивных изменений не будет. Максимум мы отделим пространство от коридора и от лестницы. Да, нам в данном случае повезло. Все конструктивные изменения уже произведены до нас. Хозяева потрудились, присоединились, что хотели. Так присоединились, что сами не рады. Не знают, что с этим делать. Ну, лишняя площадь никогда никому ещё не мешала. На самом деле, действительно, мы привнесём сюда дополнительное зонирование, которое позволит нам сделать звукоизоляцию первого этажа, вот этого музыкального, от второго этажа, где могут уже отдыхать маленькие дети. Давайте на плане посмотрим. Сейчас мы видим вот эту полукруглую стену, которая рядом с лестницей расположена. И мы поставим сдвижные перегородки, которые позволят нам зонировать пространство. То есть не будут мешать те, кто и музицирует, репетировать тем, кто на втором этаже. И здесь будет такая более чёткая форма. Да. Так, а здесь у нас непосредственно будет три зоны. Совершенно верно, три зоны. Первая зона – музыкальная гостиная. Заодно её можно рассматривать как детскую зону, где... Так, это вот здесь, на месте балкона. Да, где детишкам можно организовать отдельный праздничный стол. Потом гостиная зона и зона кухни-столовой, где, собственно, у нас приготовление. Но кухня у нас планируется довольно радикально. Давайте её сразу продемонстрируем. Из металла будет. Ну, на самом деле, достаточно традиционный материал для профессиональных кухонь. Потому что компания, которую нам её будет поставить, она действительно производит профессиональные кухонные оборудования для столовых, для кухонь, для ресторанов и баров. Поэтому с точки зрения материала, это очень качественный, надёжный, гигиеничный материал. Это первое. А второе, мы его естественным образом смягчим дополнительно деревянными панелями, мягкими поверхностями в диванах и натуральным камнем. И вот здесь большой стол будет стоять. И я знаю, вы используете очень милые, приятные стулья наших героев. Присмотрели их. Да, действительно. Я в своих проектах стараюсь всегда сохранять что-то от предыдущей жизни хозяев, потому что, во-первых, связь прошлого и современности. Во-вторых, они действительно просто классные, я бы сказал. Такие, да, изящные. Классический дизайн 60-х. Очень модно сейчас. Но мы немножко преобразим их. Конечно, нам нужно привести всё в порядок, заменить кое-где болты, естественно, обновить обивку. И, собственно, мы их будем использовать в интерьере. Их как раз 6 штук, нам они очень подходят. Андрей, ну и у нас, смотрите, в гостиной зоне, да, вот вместо этого стола будет диван мягкий стоять, и не менее мягкий диван появится ещё и в музыкальном салоне. Мы хотим предоставить нашим героям различные возможности для использования интерьера. У нас будет зона, в которой люди могут сидеть за столом, будет зона, где можно сидеть, смотреть телевизионные программы, ещё отдельный мягкий диван для музыкальных концертов, которые они проводят, семейные или для своих гостей. Поэтому тут достаточно много различных вариантов использования пространства. Я надеюсь, это максимально расширит возможности семьи. Ну тогда, Андрей, я предлагаю скорее приступить к работе. Давайте, начнем. Далее в дачном ответе. На дворе дрова. Рубим их, чтобы сделать новогоднюю ёлочку. Ну вот, наломали дров, а ёлку собирать буду в тепле. Кухня из нержавейки. При желании превращается в светильник. У нас стальная вся изнутри. Это практически вечная кухня. Счастливая судьба стульев-шестидесятников. Вот они обновлённые, свеженькие. Ну и новогодние поздравления от наших героев и сюрприз для их друзей. Здравствуйте! Гассета у вас достаточно. Дану Васильев. Поздравляю вас. Дачный ответ берётся превратить сложное помещение в доме Козиных-Мангушевых в полноценную кухню-столовую с музыкальным салоном. Первым делом выстраиваем ограждение для котла. Используем газобетонные блоки. Они паропроницаемые и не горючие. Ими же мы выложили стену под окном, предварительно утеплив её. Пол будет с подогревом. По периметру укладываем демпферную ленту. Она компенсирует расширение стяжки и предотвратит её растрескивание. Маты помешают теплу уходить вниз, соединяются внахлёст. Фиксаторы позволяют надёжно закрепить трубу с теплоносителем. Вот и она, гофлированная из высоко легированной стали. Это главный элемент системы. Укладываем по спирали. Труба хорошо отдаёт тепло, не подвержена коррозии, не боится гидроударов и размораживания. Коллекторному узлу подсоединяем с помощью фитингов. Благодаря их конструкции процесс занимает секунды. Без герметиков и специнструмента. Достаточно двух рожковых ключей. Замешиваем самонивелирующийся раствор стяжки. Она не даёт усадке, устойчива к растрескиванию. Маячки помогут сделать пол ровным. Заливаем и выгоняем пузырьки воздуха щёткой. По полу можно ходить уже через 6 часов. Стяжка высохла, теперь заменим окна. Новые профили белые снаружи, а изнутри с ламинацией цвета орех-бальзамина. Створки открываются вверх-вниз. Невидимая глазу фурнитура устроена так, что их вес при подъёме практически не ощущается. А ещё обе они, и верхняя, и нижняя, входят в глубокие пазы в раме. Поэтому продувание исключено. Заменили и дверь, которая ведёт на участок наших героев. А сейчас идём к парадному крыльцу. Плиточный клей с усиливающими добавками не боится капризов природы. Расчёсываем его зубчатым шпателем и укладываем сверху керамические граниты серии «Сад камней». По краям ступеней насечки против скольжения. Самое время утеплить входную часть дома. Используем теплоизоляционные панели. Зашиваем фиброцементным сайдингом бельгийского производства. Сделан он из песка, цемента, воды и целлюлозы. А поверхность имитирует натуральное дерево. Материал прост в монтаже. Достаточно самореза и шуруповёрта. Входную стеклянную дверь заменим. Новая тоже белого цвета, но основательная. Она обладает повышенными теплоизоляцией, влагонепроницаемостью, антикоррозийными свойствами. Защитит от сквозняков и пыли. В кухне и гостиной мы решили не ограничиваться, обновили ещё и входную зону. У хозяев руки до неё не доходили, даже оставалась опалубка. Ну, а теперь, конечно, совсем другое дело. На ступеньках керамический гранит натурального светло-бежевого оттенка. Плитки произведены по инновационной технологии сухого прессования. Рисунок нанесён ещё до обжига, поэтому не страшны ему нагрузки, не сотрётся, а для крыльца это важно. Стены мы закрыли фиброцементным сайдингом. Материал новый, легко переносит любую погоду, днёс рассыхается. На производстве его покрыли краской два раза, в специальной камере при высокой температуре, так что каждый год подновлять цвет не придётся. Входная дверь интересная, модель называется «Снеги». В таком виде с надставкой и второй створкой её сделали специально для нашего проекта в единственном экземпляре. Дверь с так называемым терморазрывом. Полотно состоит, по сути, из двух конструкций, а между ними слой термоизолятора. По периметру идут три контура уплотнителей, два обычных и один магнитный. За счёт притяжения магнита к металлическому коробу элементы стыкуются очень плотно, так что сквозняков с такой дверью в доме не будет. К тому же, видите, накладки на скважинах со шторками. В обычном состоянии они закрыты и открываются только, если вставляешь в них ключ. Все остальные части полотна и короба с антикоррозийным покрытием. Что касается цвета, белый, казалось бы, очень маркий, но краситель устойчивый, с защитным финишным слоем, так что поверхность легко моется, не впитывает грязь, и парадный вид сохранится надолго. Возвращаемся внутрь. Быстросохнущая паропроницаемая грунтовка выровняет впитывающую способность основания. Гипсовая штукатурка после замешивания хорошо удерживает воду, поэтому не трескается и не расслаивается, даже при нанесении толстым слоем, ни на пористых основаниях, ни при повышенной температуре, и, главное, обеспечивает гладкую поверхность. Потолок будет сложным, первым делом крепим к стенам направляющие металлические профили с уплотнительной лентой и выстраиваем каркас в виде короба, чтобы спрятать в нем воздуховод кухонной вытяжки. Плиты из каменной ваты не крошатся во время резки, они помогут нам звукоизолировать помещение. Упругий материал не требует дополнительного крепежа, очень удобен и прост в монтаже. Листами влагостойкого гипсокартона зашиваем воздуховод. О стене между входом в комнату и лестнице на второй этаж придадим правильную форму. Выстраиваем металлокаркас, и снова в дело идет универсальный влагостойкий гипсокартон. Листы легко режутся до нужного размера. Край выравниваем с помощью обдирочного рубанка. Мы подготовили каркас потолка. И здесь не обойдемся без звукоизоляции, ведь в этом доме живут музыканты. Волокна плит расположены хаотично. Шумы, продираясь через такой лабиринт, теряют силу. Сверху влагостойкий гипсокартон. Часть потолка сформируем с помощью нониус-подвесов. Они состоят из двух элементов, которые скрепляются шпильками. На крабы соединяем продольные и поперечные профили. Вот так легко можно организовать ровную поверхность на любой высоте. Перед дверными проемами крепим верхний направляющий профиль для сдвижных конструкций. Швы между листами шпаклюем и защищаем от появления трещин перфорированной бумажной лентой. Финишная шпаклевка из гипса с полимерными добавками пластично легко наносится, после высыхания не образуя трещин. Пол будем декорировать керамическим гранитом. Это имитация классического мрамора. Мы выбрали большой формат 60 на 119,5 сантиметров. Так получается меньше межплиточных швов. А те, что есть, очень тонкие, не больше одного миллиметра, потому что плитка обрезная. Поверхность отшлифована до зеркального блеска. Пол в кухне-гостиной получился светлый, сияющий, добавил пространству парадности. Это керамический гранит из новой неаполитанской коллекции. Называется он Монте-Тиберио в честь самой высокой горы острова Капри. На ее вершине стоит роскошный дворец римского императора. Конечно, светлый цвет плитки обязывает, но керамический гранит в покрытии практичное, легко моется обычными неабразивными средствами. Позаботились мы о том, чтобы по полу комфортно, приятно было ходить босиком. Под плитками проложены улитки из вот таких гофрированных стальных труб. Они легко гнутся, при этом пропускная способность не меняется. Самое слабое место системы традиционной – это стыки. У нас их попросту нет, поэтому полу не страшны перепады давления и протечки исключены. Кроме того, трубы не подвержены коррозии и обладают хорошей теплоотдачей. Управляется система с помощью терморегулятора. Чуть позже мы закрепим его в музыкальном салоне. Большой сенсорный экран. Есть экономичный режим антизамерзания. Пригодится на случай долгого отсутствия хозяев дома. Температура тогда будет поддерживаться на уровне от плюс 5 до плюс 12 градусов. Заложена еще одна удобная программа. Можно выставить дни недели и часы, в которые нужно прогреть комнату до определенной отметки. И система сама определит, когда начать работу. Это позволит сэкономить расход электроэнергии и не тратить тепло впустую. Крепим на клей с усиленными добавками плитку под кирпич. Еще один материал в отделке. Стены красим в светло-серый цвет. Потолок в белый. Кирпич будет выделяться только фактурой. Покрываем его той же серой краской. В подоконник встраиваем два конвектора, каждый длиной полтора метра. С таким большим окном это весьма эффективное решение. Приборы создают перед стеклом тепловые завесы. Справа от окна встает высокий стеллаж. Изготовлен он на заказ из ламинированных ДСП. Несколько отделений прячем за белыми глянцевыми фасадами. Они перекликаются со шлифованным до блеска полом. Из того же материала декоративная панель на одной из стен. В центре чуть позже появится телевизор. А для дисков, пультов и всяких мелочей крепим полку. Границу между кухней и гостиной тоже обыграли широким деревянным поясом. Неприглядный котел скроет дверь-невидимка. Она встает вровень со стеной. А полотно зашито панелями в цвет пояса. Ручка с приятной, как будто потертой металлической поверхностью. Модель называется «Бест» – лучшая. В двух других проемах монтируем единую сдвижную систему. Полотно из коллекции «Скайлайн», что переводится как «линия горизонта». Высота створок – 2 метра 27 сантиметров. Фурнитура надежная, протестирована в лабораториях фабрики и выдерживает нагрузки гораздо больше, чем вес двери. Торцы алюминиевые. Это идея автора коллекции Висента Гарсия. Андрей, ну что, закончена у нас отделка и получилось, что пространство сложное по форме мы визуально разделили на несколько простых. Да, так и есть. И у нас теперь четко выделенные зоны. Зона гостиной, зона кухни, зона детской и музыкальной гостиной второй. Кирпичная арка отделяет музыкальный салон, а деревянный портал – как раз гостиной от кухни. Совершенно верно. Плюс у нас камень на полу. Камень на полу, который объединяет все эти пространства. И нам было важно, с одной стороны, разделить с точки зрения архитектуры эти пространства, а с другой стороны, подчеркнуть их общность. Есть еще один материал, который объединяет все эти пространства. Это гипсокартон, который на потолке. И форма потолка в каждом пространстве своя, но принцип его построения один и тот же. Сделан он специально приспущенным для того, чтобы поверхности стен, уходя за него, создавали ощущение, что там какое-то сложное многомерное пространство, увеличивая таким образом высоту, зрительную высоту потолка. И когда там еще появится подсветка, этот эффект усилится. Чтобы еще просторнее здесь было. Я надеюсь, что так и будет. Кроме того, что мы структуру задали пространство, мы еще его отделили от коридоров. Да, вот тут коридор конкретно, а здесь лестница. Теперь у нас вот такие стежные перегородки. Это очень важный момент в нашем интерьере. Вот эта перегородка позволяет отсечь звуковые волны. Когда репетиция идет. Когда репетиция, гости засиделись поздно вечером, дети легли на втором этаже спать. Мы закрыли перегородки, и таким образом меньше звуков туда может попасть. А вторая перегородка, она позволяет отсечь прихожую. Так, ну и третья у нас дверь есть, которая закрыла котел. Да, действительно, в том портале, который мы обсуждали раньше, между кухней и гостиной, спрятан котел, который отапливает весь дом. И с технической точки зрения, там есть дополнительная труба, которая подводит туда воздух для того, чтобы все качественно функционировало. И проблем никаких с этим нет. Ну, кстати, дерево, которое у нас в портале, вот панно, в стеллажах, это, по сути, единственная фактура в интерьере, теплое и согревающее. Нет, не только. Есть еще окна. Да, они с ламинацией по дереву, но более темного оттенка. Да, так и есть. Это нам нужно было для того, чтобы придать им большую графичность. Вот, но при этом окна теплые, американские, такой интересной системой открывания. Американские, значит, створки мешать не будут. Вот так они у нас, как слайдер, гадь, закрываются. Да, еще можно их откинуть для того, чтобы помочь. Это для мытья, для хозяйки. Удобно. И, кстати, хорошо, поскольку стеллаж здесь, дверцы, да, не будут мешать. Но чтобы этот стеллаж вписать, я знаю, нам немного все-таки площадь остекления пришлось уменьшить. Совсем незначительно. Только для того, чтобы сюда встал стеллаж, вот на эту ширину мы немножко окна сделали короче. На самом деле не сильно ощущается вот это уменьшение окна, но большой, вид очень красивый. Снежок, елочки будут наши герои любоваться. Кстати, а елка? У нас же надвигается Новый год. Буквально через неделю. Надо бы что-нибудь сделать для наших героев новогоднее. Так что вперед за елкой. Отлучусь. Итак, дорогие друзья, я решил сегодня не рубить настоящую живую елку, а вырубить ее из дров. Давайте приступим. Ну вот, наломали дров, а елку собирать буду в тепле. Как я люблю этот прекрасный запах свеже нарубленных дров, дорогие друзья. Как всегда, новогоднюю красавицу будем собирать с основания. Самое главное, фундамент. У нас есть три точки опоры, значит, все будет стоять. Мне часто пишут и спрашивают, Андрей, а можно ли что-нибудь сделать без применения супер-клея? Я говорю, конечно, друзья. Сегодня мы будем применять только саморезы. Наша елка готова. Осталось слегка припорошить ее серебро. Ну вот, дизайнерская красавица полностью готова. А декорировать мы ее будем уже в интерьере наших героев. Дочный атлет продолжает переделку в доме Котиных-Мангушевых. Кухонная мебель из нержавеющей стали. Корпуса и фасады устроены по принципу сэндвича. Между двумя металлическими панелями лист влагостойкой фанеры. Она придает жесткость и избавляет от гулкого металлического звука. Все дверцы и ящики, конечно, с доводчиками. Материал столешницы – искусственный камень сторон. Плотный, непористый и долговечный. Цвет называется «Оникс». Фартук из закаленного стекла толщиной 6 миллиметров. Андрей, ну, конечно, мне кажется, последнее, чего ждут наши герои – это вот такая кухня из нержавеющей стали. В кафе, в ресторане – это где угодно можно представить, на улице даже. Но в интерьере решение очень смелое. Да, но мы не боимся смелых решений, с одной стороны. С другой стороны, очень практичный материал нержавейка. Во-первых, это практически вечная кухня, она изнутри и снаружи отделана этим металлом. Есть еще фанерное основание, поэтому кухня проживет дольше, чем вы и с вами. Не один десяток лет. Хорошо. Если говорить о размещении в профессиональных заведениях, столовых и ресторанах, то там такой материал себя показал очень хорошо с точки зрения гигиены, с точки зрения… Ну, вся профессиональная техника сделана из нержавейки. Поэтому вот такой отсыл в профессиональную среду, мне кажется, героям будет близок, потому что все-таки они очень любят и умеют готовить. Все, что угодно будут готовить на этой кухне. У нас большая кухня, да, она занимает по большому счету раз, два, три стены, и еще вот так вот выходит столом. И большое количество ямкостей. Полок ящиков для хранения, да, у нас тут достаточно. Опять же видно, да, что у нас стальная вся изнутри. Мы даже использовали глухие места, которые традиционно тяжело было бы добраться. Вот здесь вот угловой шкаф. А так что-то можно поставить, какие-то крупы положить. И мертвых зон у нас нет. Совершенно. Да, выдвигаются какие-то крупные кастрюли, сковородки можно поставить. И еще один угол тоже с таким же полком. Противоположный угол точно такой же. Здесь у нас тоже есть так называемый волшебный уголок. Здесь еще вот ящики выдвижны, очень длинные, кстати. Да. То есть действительно на большую семью. И даже вот под этой столешницей у нас тоже есть дверцы. Там тоже функциональные ящики, в которых также можно что-то хранить. Банки с медом или с вареньем. Или закрутки какие-то. Ну да, что-то поставить. И вот рабочая поверхность, вы сказали, действительно очень длинная. Рабочую поверхность специально я сделал как бы объединенной со столом, с тем, чтобы добавить место для готовки. Потому что у нас две хозяйки, семья большая, и нужно было бы, чтобы им это было удобно вдвоем, например, разместиться и лепить пельмени. Ну, опять же, можем даже подойти, сразу видно, что не надо никого локтями толкать. Совершенно верно. Не стеснится спокойно. Места хватит всем. Каждому, да, в свой угол можно разойтись. И как обеденный стол тоже легко использовать. Мы помним, у героев стоял очень большой. Семь метров по девять человек собирается. Я думаю, тоже они рассядутся. Конечно. Техника добавится, да? У нас везде вот оставлены отверстия. Конечно. Замочная машина, барочная панель, духовка и холодильник. Наверное, тоже вот в этой стилистике. Постараемся, да, остаться уже в железной теме. Будем ее гнуть до конца. Рамки розеток и выключателей квадратные, накладки на механизмы круглые. Серия называется «Винтаж». Все элементы из светоустойчивого и ударопрочного поликарбоната. Стальная мойка с двумя чашами. У смесителя гибкий излив и два режима – струя и душ. Посудомойка на 12 комплектов. Корзины для столовых приборов съемные, что позволяет увеличить полезный объем. Варочная панель с пятью конфорками. То, что нужно для большой семьи. Есть режим автоподжига, так что спички и зажигалка не нужны. Наверху вытяжка. Фильтры можно доверить посудомоечной машине. Две лампы добавят света над столешницей. Духовой шкаф прост в управлении. Внутреннее стекло дверцы легко снимается. Это удобно для уборки. А сама дверца с замком для безопасности детей. У холодильника прозрачные отделения и контейнеры. Все на виду. Теперь свет. В потолке крепим двойные встроенные споты. В шкафу накладные одинарные. Над столешницей лампу с бумажным абажуром. И, наконец, повсюду в скрытых нишах светодиодная лента. Для окон сдержанный декор. Алюминиевые жалюзи с напылением под дерево. Неприхотливы в уходе. Достаточно протирать их влажной тряпкой. Здесь же свое место занимает внушительный диван длиной 3 метра 20 сантиметров. А перед ним встает стол-трансформер. Может быть, журнальным или обеденным. Столешница-книжка увеличивается в размере. Ее можно зафиксировать на любой высоте благодаря удобному механизму с газовым амортизатором. Устанавливаем музыкальный центр с цифровым усилителем. Звук будет чистым при любой громкости. В этой части комнаты у наших героев предполагается музыкальный салон. Думаю, и домашние концерты, и репетиции будут здесь проходить. Для всей творческой компании большой диван, очень мягкий, удобный. Ноты можно разложить на журнальном столике. При желании он превращается в обеденный. Рядом стеллаж сделан как будто по мотивам авангардистской картины. Некоторые полки закрыты фасадами. Хаотично они расположены. Открываются нажатием. А вот в эти узкие отделения можно положить, например, пластинки. Вот такой музыкальный центр тоже пригодится. Они бывают разные. Оранжевые, красные, лимонно-желтые, светло-голубые, белые. Мы выбрали черный. Он больше всего подходит нашему интерьеру. Мелодии запускаются с ноутбука, планшета или смартфона. Через блютуз, безо всяких проводов, с помощью приложения. Каждый гаджет достаточно подсоединить к системе всего один раз. И дальше это будет происходить автоматически. Благодаря так называемому NFC-стандарту. Очень удобно. Через USB-вход можно подключить, например, флешку. Вообще система многофункциональная. Даже диски воспроизводят. Вот дисковод. Есть радио. В памяти устройства сохраняется до 40 станций. Предоставлен этот музыкальный центр магазинам MVideo, где легко купить умную, современную технику и собрать подходящую именно вам систему гаджетов для работы и развлечений. А консультанты быстро все настроят. Вот такое дополнение к нашему салону получилось. Вообще, мне кажется, это отличное место, чтобы просто даже в одиночку включить любимую мелодию и устроиться у окна с чашкой чая. Телевизор с диагональю 109 сантиметров. Пульт к нему в чехле. И еще один диван. Этот с раскладушкой внутри. Сиденья барных стульев из натуральной кожи. Основание стальное. Напольный светильник – отсыл к творчеству датского архитектора Арны Якобсена. На тонкой ножке перевернутая буква У. Часам – самое место над обеденным столом. Его сервируем посудой из удара прочного стекла. Чехлы диванных подушек – съемные. В гостиной встает авторское творение «Елка из дров». Непременное украшение для нее – гирлянда. Музыкальные инструменты наших героев тоже послужат декором интерьера. И, наконец, традиционный прием оформления Андрея Волкова. Эскизы проекта в рамах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, вот заходишь в интерьер, который получился, и сразу понятно, что он для большой семьи. Сколько наших героев? 9 человек вместе с детьми. Я уверена, им всем здесь будет комфортно. Да, мы постарались таким образом расположить зоны и таким образом их насытить необходимой мебелью, чтобы, во-первых, всем хватило места, во-вторых, у каждого была своя какая-то излюбленная точка. Кто-то готовит на кухне, сервирует или обедает за барной стойкой, она же обеденная зона, кто-то в этот же момент может сидеть на мягком диване большом и смотреть телевизор. Одновременно с этим, например, молодежь или дети могут находиться в зоне так называемой музыкальной гостиной, за столом-трансформером, слушать музыку или репетировать. Мы как бы постарались предусмотреть различные варианты развития жизненных сценариев внутри нашей большой семьи. Ну вот давайте с гостиной начнем. Мне кажется, очень важный момент, что здесь уютное, приватное пространство получилось, потому что мы изолировали всю комнату. Это у нас и прихожая теперь дверью закрыта, и лестница. Это нам нужно было для того, чтобы создать в целом, во всем пространстве атмосферу такой уединенности и комфорта. Так, но гостиная у нас, кроме того, еще и трансформируется. То есть можно просто на большом диване телевизор смотреть. Вторая схема ночная. Если диван отодвинуть ближе к барной стойке, то раскладывается наш диван, получается спальное место. То есть можно оставить гостей ночевать совершенно спокойно. Совершенно верно. Третья функция, когда также мы отодвигаем этот диван ближе к барной стойке и переносим из музыкальной гостиной стол-трансформер, который увеличивается в два раза и регулируется по высоте вверх-вниз, мы получаем вторую столовую. В этой зоне можно, значит, людей посадить на диван, остальных гостей разместить на стульях, которые мы в свое время изъяли из нашего интерьера. И переделали. И их доработали, да. Давайте покажем, что получилось из этого. Вот они обновленные, свеженькие. Да, мы, значит, по сути, ничего такого сложного с ними не делали, потому что это классический дизайн 60-х, очень удобная модель. Просто сам я завидую героям, что у них такие прекрасные стулья сохранились. Молодцы. Мы обновили лакокрасочное покрытие и перетянули подушечку. Так что вокруг стола можно будет расставить стулья, и вот большая компания вполне здесь разместится. Ну, а в обычное время семья будет собираться вот за этой широкой барной стойкой. Благодарю. Очень комфортно. Даже вдвоем вот так свободно сели. Вот шесть человек мы видим. Совершенно верно. Ну, можно еще остается место для детишек. Очень эффектный абажур над столом получился. Он из бумаги специально обработанный, такой воздушный, легкий. Да, я специально выбрал эту модель. Мне нужно было, чтобы с одной стороны он был как бы светопроницаем, и я давал свет не только вниз, но еще и на потолок вот с этой. Самое главное, что я в нем увидел, это напоминание гнезда. А его можно назвать было бы семейное гнездо. Ну, учитывая то, что большая семья актуальная тема. Для всей нашей большой семьи, да, это может быть таким как бы символом интерьера. Ну что, мне кажется, у нас такое праздничное настроение здесь получилось. Особенно с вашей елкой пора наших героев позвать. Будем надеяться, что все им понравится. Очень надеюсь. Ну, а как семья Кодиных-Мангушевых примет свою новую кухню, столовую, гостиную, мы узнаем сразу после рекламы. КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня мы переделывали кухню, столовую, гостиную для большой семьи Кодиных-Мангушевых. Герои наши уже подъехали, давайте встречать. Здравствуйте. 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 Всем творческим коллективам. Уже с новогодним настроением. У вас даже елка с собой. Да. Вот елку мы готовили всей нашей огромной семьей, мы каждый вот по конфетке, чтобы было побольше настроения веселого. Ну, замечательно, все картины, и торт. И, наверное, гитара – это тоже подарок новогодний, да? Нет, гитару мы не дали. Ну, ладно. Ну, хоть пойти. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так будьте здоровы, живите богато, А мы приезжаем до дому до хаты. Вы славно трудились в домике нашем. Нигде не видали работы мы краше. Желаем мы дружно для вашей программы. Пусть смотрят и любят вас разные страны. Чтоб дружной работой вашей бригады Все были довольны, довольны и рады. Еще пожелать вам немного осталось. Чтоб в день по спонсору вам прибавлялось. Мне кажется, отлично. Спасибо большое. Это уже, видимо, оценка первых результатов, которые вы видите, да? Крыльцо с дверью. То есть нравится? Очень нравится. Мы уже видим, что тут новогоднее настроение не только у нас, но и здесь у нас новогоднее встречается. Вот голочки, да, встречаются. Да, понятно, что все. Ну, давайте тогда коротко пробежимся. Какие у вас еще мысли возникали в процессе? Вот что-то у вас творится в интерьере? Какие предположения? Ну, наверняка это что-то будет с музыкой связано. Потому что семья, во-первых, у нас музыкальная. Ну, конечно, все поют, танцуют. И что-то просторное. Наверное, будет что-то в светлых тонах, потому что дверь белая. Ну, у меня про дверь одна ассоциация такая. Вот, наверное, все знаете шикарную песню. Так она называется «Белая дверь». У Аллы Борисовны. Да, у Аллы Борисовны. Вот, но там есть такие слова, что я верю, что белая нарисованная дверь, она откроется. Вот нам хотелось бы, чтобы уже открылась. Ну, хорошо, тогда давайте не будем мерзнуть. Откроем эту белую дверь и посмотрим, что там внутри, да? Да. Пойдемте скорее. Заходите. Ой, ой. Ой. Себе. Да. Ого. Как же можно было это все предполагать, а? Что-то с чем-то. Нет. Нет, это не наше. Как здорово. А можно в комнате посадить? Можно все. О, Любочка. А? Раковина такая. Да, точно. По твоему желанию. Шикарно. И стол, и барная стойка. Вообще все, что мы хотели тогда. Нет, это не наше. А пол, посмотрите, пол какой, ребята. Еще и подсветка. Так, давайте сюрпризы смотреть. Ну, металлических шкафов мы предположить не могли. Стальная кухня, как в профессиональном ресторане. Нет, главное, что она хорошо моется. Вот это самое самое. У нас же детей много. Ну, она очень гигиеничная, считается. Там был эксперимент. Смотрите, тоже выкатывается это все. Открывайте, да. У вас две вот такие секции. Это специально, чтобы у вас место не пропадало. Было удобно выдвигать вот сюда, вот так, да. Вот, таким образом. Действительно, место для хранения, это шикарно. Любовь, а справа от мойки, вот там внизу, посмотрите, вот еще за крайней фасадом, вот здесь. Ух ты! Что, хозяйки? Это наша мечта. Собирай, Кай. Сразу чувствуются хозяйки. Ну да, это как бы темно. Собирай, это вообще счастье. Счастье, да, это супер. На 12 комплектов она очень большая. Ох, как здорово. Ёлочку видели? Ёлочку видели? Это Андрей Волков сам. Шикарный ёлк. Принес поведение. У нас новогодняя ёлка шикарная. Дизайнерская. Кстати, этот диван у вас раскладывается вот здесь под подушкой, ну такая раскладушка. Можно будет гостей на ночь оставить, очень удобно. Здорово. Ну а здесь вообще... Зона отдыха. Да. Вообще, по задумке Андрея Волкова, такой музыкальный салон у вас должен быть. Это да, как раз, ребята, это где гостей будем садить, вот так будем играть. Посмотрите, музыкальный центр здесь и книги. Здесь получилась отдельная комната, изолированная от всех, а пространства вроде меньше не стало. Очень здорово. Двери туда, двери в коридор. Получилось очень удобно. А на окна обратили внимание? У вас окна новые? Ох, да. Американские, то есть они, может, кто-то из ребят попробовать, они там вверх открываются, да. Ну и вообще, конечно, профессионализм чувствуется, самим до такого недотяпать никогда в жизни. Попробуйте ещё здесь, вы ещё не присаживались. Мы сейчас дойдём сюда. Да, речи потеряли. Не, мне нравится то, что это, во-первых, шкаф, вот нету ножек. И очень шикарно то, что многоуровневый свет. Это вот то, чтобы моё была мечта такая, чтобы можно было манипулировать. Это наш план. Эскизы, да. Вам на память. Я уже прочитал, с пожеланием. Чтобы мы забыли. Путеводитель. Это для гостей, которые здесь остались, наверное, человеком. Чтобы не заблудились, да. Вы можете все как раз Александру компанию составить. Робед, почувствую, сколько вам комфортно будет здесь сидеть. Слушайте, вот для всех. Как раз все собрались. Слушайте, как здорово. Здорово. И там для детей место. А здесь барный стол. Барный стол, да. Все тут заточено еще, учитывая вот эту зону под гостей тоже. Мы сейчас, видимо, это и проверим. Да, гостей ваших позовем. Да, да, да. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Гостей, это у вас. Здравствуйте. Мы поздравляем вас долгожданным за Василием. Поздравляю вас. Проходите, походите. Смелее, смелее. Походите. Вся улица, мне кажется, собралась. Спасибо. Елочка у нас оригинальная. Олег, обрати внимание. Да. Да, ваша семья памятная. Большая теперь. Где репетировать? Вот, посмотри, диван какой шикарный. Как раз все сядем и будем репетировать. А тут можно еще, наверное, раздвинуть, да? Можно, да, поставить сюда для гостей стол. Вот, ребят, для гостей сделаем. Помогите, да, диван подвинуть сюда и тут стол разложить. Так, вот, Александр. Туда, уходите. Мы сейчас как раз посмотрим, как у вас застолье может проходить. Вот сейчас вы подстолье придерживаете. Мы тут кричали. А-а-а! Вот так. Вот вообще. Спасибо. И еще, Кирилл, вот там у вас в коридоре стулья ваши старые, приобиты. Можете как раз приносить. Так вот, пожалуйста. Смотрите, стулья узнаете, Александр, свои? Да, стулья шикарные. Они новые старые. Так. Гости, рассаживайтесь. Проходите, проходите сюда. Наши стулья переделали, и вот они стали мягкими. Наши, но они их обновили совсем. Ноу-хау. Дима, твоя мечта была. Кафешку, вот, пожалуйста, ты у нас барменами будешь. Очень гармонично, очень с большим вкусом все сделано. Очень нравится, что все лаконично. Нету никаких вычурных, вот там, каких-то завитушек. Стальная кухня изумительно, без МДФная, супер, конечно. Везде спрятаны вот эти подсветки и так далее. В общем, очень все считаю красиво и очень со вкусом. Все вот прямо на своем месте. Все вот как надо. Потрясающая кухня, потрясающая там панель, где висят гитары. Это все так комфортно, так приятно. Диван и все это, это просто очень поразительно. Спасибо большое. Но самое, что интересно, вот дизайнер уловил все наши пожелания, все настроения, вот именно настроения наши. Потому что у всех было по-разному. А здесь получилось и молодежное. Я, допустим, мечтала, что там где-то какие-то вкрапинки кирпича будут или еще что-то. Вот, пожалуйста, кирпичная стена вам. А молодежь там мечтала, чуть не целый нотный стан на стене, вот им гитары. Слов нет даже от изумления и от всего. Что больше всего понравилось, это, конечно, кухня. Что вот она без ручек, то есть дети не могут залезть, куда им не следует лезть. Ну и очень меня порадовало. Это посуду мощной машины. Это просто мечта. Так как семья большая, иной раз после какого-то большого праздника смотришь на эту гору посуды, мышь, боже мой, почему она сама не может мыться? Теперь может. Меня порадовало, как бы, варианты трансформации именно самих помещений. То есть можно сделать и там просторную музыкальную комнату, и там спокойный домашний вечерний кинотеатр. Есть творческий дух в этом пространстве. Тут очень здорово, везде, где бы ты ни присел, все очень классно, очень комфортно. Огромное спасибо вашей передаче. Великолепно, спасибо. Да, абсолютно все сошлось. А теперь подарки. Производитель керамической плитки и керамического гранита Керама Марацци вручает вам денежный сертификат. Наверняка вы найдете много интересного в коллекциях плитки, посвященных разным странам. И продолжите путешествие в мир дизайна вместе с Керама Марацци. Спасибо. Спасибо, спасибо. Обязательно. Подарок из Германии. Новый пылесос с эффектом влажной уборки Томас Аквабокс Компакт. Всасывает и сухую, и мокрую грязь, и даже жидкости. Его водяная стена «Вэджет» моет и увлажняет воздух в доме. А Аквабокс чистится за секунды. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо. Уже сейчас видно, как большая семья наших героев вместе со своими друзьями может разместиться в новом интерьере. В гостиной идет какое-то бурное обсуждение, в музыкальном салоне репетирует семейный бэнд, а на стальной кухне хозяйки режут торт. С одной стороны, никто никому не мешает, с другой, всех отлично видно и можно свободно общаться. Думаю, Новый год наши герои точно встретят в новой обстановке. А если вы мечтаете стать участником нашей программы, оставляйте заявку на сайте. Возможно, в следующем году мы придем именно к вам. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok